Крюшки, всем я к вас, рад приветствовать вас на своем канале, это Планеткрафтер, продолжаю здесь добиваться хороших погодных условий на планете, вот, но прежде чем мы пойдем дальше, не забывайте подписываться на канал, заходите в дискорд, дзен заходите даже, и у меня вк есть, телега есть, все вообще есть, все вот что, вообще не подвластно никому, все есть, даже эксекью. Так, ладно, не суть, значит, что нам нужно сделать, нам нужно на самом деле наколупать побольше этого, орбидовольфрама, чуть не сказал, кобальта, для того, чтобы мы могли в случае чего просто заменить бутылочки, ну, в общем, чтобы они у нас были в запасе, плюс нам нужно еще наколупать льда, потому что что-то он закончился, пить мы иногда хотим, поэтому одну-две бутылочки можно было бы сделать из-за льда. А еще у нас с вами открылся возможность кислородный баллон Т3 получается, ой, алюминий, слушай, а я так понимаю, алюминий теперь падает с неба, а это, знаете ли, первый путь к появлению религии, да, вот, поэтому это, это все. Будем поклоняться святому алюминию. Так, кобальт, кобальт, да. А еще можно, наверное, было бы заняться терраформированием, но я пока хочу больше поисследовать для того, чтобы понять, куда нам идти, за каким ресурсом, если у нас такая потребность появится. Потому что сейчас у нас, оп, потому что сейчас в весе риги, который у нас был, мы выкопали из базы на холме. У-у-у, слушайте, это прям как очередная, очередная подвязка под хоррор, база на холме. Вот, да, собственно, нам нужно теперь просто побегать, поискать какие-то другие места, которые можно залутывать. Вот, так, алюминий сюда, пошли еще три кобальта соберем, чтобы у нас, в общем-то, все было красиво. И нам, получается, после того, как мы разведываем обстановку и поймем, куда можно, в общем-то, дальше двигаться, если двигаться довольно далеко, либо там нет особо ничего интересного, мы можем просто уже заняться нашей базой. Вот, а на базе у нас, на самом деле, много чего нужно делать. Во-первых, увеличивать наше пространство, вот, да, его увеличивать прям до хрена придется. Ну, вот. Я тут, конечно, хотел два на два сделать, но если мы сделаем, дальше будем продолжать туннель, а он нам нужен в любом случае, вот, это, конечно, да. Что довольно интересно, впоследствии нам этот туннель вообще не пригодится. Дело в том, что вот эти флоростенды, вот эти вот нагреватели, что-то у нас там еще должно быть, они, впоследствии, по-моему, Т3 можно ставить на улице. То есть смысла ставить и в здании уже будет никакого. Вот, и вот это все, как бы, тоже убирается нафиг. Вот. Единственное, чем можно будет сделать, это заставить ресурсами, ящиками с ресурсами, потому что они постоянно требуются. Так, ладно, давай банки делать. Т3, да, Т3 у нас железо-титан, кремний, магний, алюминий. А, у нас все есть. Что? Железо-титан, кремний, магний. Железо-титан. Так, у нас получилось сколько? 12 банок со всего этого рюкзака. Это очень неплохо. Значит, титан нам нужен, люлюминий. Люлюминий, железо-кремний, магний. Железо-кремний, магний, железо-кремний, магний. Окей. Железо-кремний. Магний, магний, магний. Отлично. Это даже и неплохо, что нам стока дадут кислороду. Так, и теперь надо снять вот эту вот хрень. А, блин. Титан собрал, а железа нет. Так. Что тут, 250, по-моему, это будет. Так. 280. Это, слушай, прям хорошо. Прямо вообще супер. Значит, что мы делаем. Мы, наверное, как обычно, берем 8 банок. А единственное, вот надо бы еще попить и поесть нам. Сейчас мы и сделаем. Где-то тут я видел. Я вроде льда наколупывал, а куда он все сиделся, непонятно. Давай. Возьмем бальда. Один сейчас сожрем, а другой с собой возьмем. Шафик его знает. Так, и вот это. Хотя еда, наверное, будет периодически попадаться, поэтому особо в этом смысла нет. Ну, ладно. Пошли. Вот пойдем в ту сторону. Мне интересно, что там. В крайнем случае, если прям, ну, вообще будем зашиваться с кислородом, придется тогда ставить мини-базу, вот, и носить ее с собой. Благо, она много места не занимает в кармане, но такой себе, честно говоря. Вообще не очень понятно, как она... А, слушай. А, нет, она, наверное, будет работать-то. Она будет работать без электричества, потому что электричество здесь каким-то чудесным образом передается по всей планете. Так, что она здесь? Вот бутылка воды замечательная. Кремний нам не нужен, давай еду возьмем. Все остальное нафиг надо. Значит, одну локацию, которая поменяется, мы знаем. Это так, где у нас какой-то там лед, и он в конечном итоге у нас растает. Так, здесь у нас какие-то шипы торчат. Выглядит как радиация, слушай. Ну, это просто цвет песка такой. А, ну, мы тут, по-моему, были, нет? Тут чья-то типа база, я так понимаю, да, была. Солнечная панель Т2. Как бы нам туда попасть? Да, ящик хранения заполнен, а как его открыть, непонятно. То есть, тыкнуть, чтобы его разобрать, я могу. А вот чтобы залезть туда... Ну, хотя нет, вот же. Да, окей. У нас же персонаж не умеет приседать, да? Это очень странно. Так, хорошо, смотри, пестра у нас тут есть, чип. Суперсплав берем. Это нафиг. Кремний нафиг, железы нафиг, магний нафиг. Алюминий, вот самое главное. Я понял. То есть, он как-то умеет лазать по стенам. Круто. Мощно, молодежно. Так, тут и как какой-то контейнеровоз, я так понимаю, бахнулся. Так, давай, солнечный. Это еще один чип. Это нам не надо. Железо не надо. Нам нужен только алюминий, кремний нам не нужен. Вот это нам нужно. Чип нам нужно. Все. Так, ну неплохо, неплохо. Я так понимаю, это тупик, потому что вот там вот все идут скалы. Но выглядит, конечно, просто бомбически. Мне очень нравится, как это все выглядит. Еще один ящик, осмотрю. Но он так установлен, что мы туда, я так понимаю, не влезем. Да ладно? Ну, даже если бы влезли. Кто ты, черт? Что ты делать, ты умеешь такое? Так, интересно, вот там проход или это коллизия? Не хотелось бы, конечно, упасть под карту. Да, это, по-моему, просто такой закуток и все. Вот эта хрень вот дальше, это, скорее всего, тоже будет расплавляться. Штука эта. Потому что это тоже, походу, как типа льда какого-то. Соответственно, это нам что-то тоже должно открыть. Не фарк, конечно, но... Ох, что это там за круг такой? Вот этого круга там не было, слушай. О, производитель питания, слушай. Наконец-то. Алюминий, железо, вода. Выращивает еду. Зашибись. Надо будет взять какие-нибудь резы. Что у нас по воздуху? Вроде нормальным. Да, мы вот здесь вот были тогда, и здесь мы тоже, по-моему, были, ходили. Видели еще большие территории, которые можно было бы обжить, но нет. Но вот этого круга точно не было. Это, короче, какая-то, видимо, база упала. Вот это вообще что-то жесть какая-то. Да, вот этого не было. Были... Было ущелье какое-то. И все. Ничего подобного вообще не было. А, и смотри, база какая-то там торчит. Сейчас придем. Так, отлично. Ну, охренеть просто. Вообще, я не очень понимаю, зачем отправлять, грубо говоря, смертника на восстановление планеты. Если у крутых корпораций, у которых есть бабки, они этого не смогли сделать. Нет. Да, смотри. Уранчик. Отлично. А пестра. Это... Да и хрен бы с ним. Давай берем уран. Ткань тоже нам пригодится. Хотелось бы какой-нибудь фонарь более объемный. Это... Ну, Лерва... Наверное, не будем брать ее. Она место занимает. Хотелось бы такой налобный фонарь, который, знаете, херачит так, что... Как будто... Солнце взорвалось. Лерма, Лерма. Ткань нам нужна. Так. Мне очень не нравится, что для того, чтобы открыть ящик, нужно постоянно менять режим... Режима... Режима... Нашего... Оружия... Йок, Макарек. Короче, режим нашего оружия надо постоянно менять. Потому что... Потому что... Как бы... Почему бы не открывать ящик просто нажатием... Ну, буквы F или E. Ну, как бы... Есть же варианты у нас разные. Но почему-то нет. Пестра, да? То есть, это так он глубоко зарылся, этот корабль, да? Так, слушай, тут еще у нас есть такая штука. Так, тут у нас, кстати... Сегодня состоялось открытие врат космического искривления. Но его постройку ушло два года. И, наконец, мы смогли бы легко добраться до сектора из Ициал Прай. Но как только мы включили главный энергетический реактор, все пошло не так. Энергия сразу упала, все реакторы-стабилизаторы сломались. И через несколько минут космический корабль необъяснимым образом притянулся к ближайшей планете. Мы испробовали все, чтобы исправить это. Но, кажется, ничего не поделаешь. Весь экипаж сбежал через спасательные капсулы. Я подал сигнал бедствия. Я тоже собираюсь в свою капсулу. Какая потеря? Все эти месяцы работы будут потеряны. Я не могу понять, что произошло. Этого не должно было случиться. Год 3034. Собственно, вот. Опять генератор синтеза. А у Райан. Блин, даже не знаю, что сделать. Давай сожрем. И я даже не знаю, что взять. Давай так. И нам надо домой идти. Иначе мы сдохнем тут со всей этой фигней. Так, тут у нас термо... Этот... Нагреватель, но у нас нет места. Ого! Рубка управления. Смотри какая. Так, тут мы были. Да, вот он выход. Нужно будет еще сюда зайти, потому что тут есть всякие прибабахи, которые нам, в общем-то, потребуются. То есть это у нас корабль, да? То есть это даже не гиперврата, а это у нас вот такой вот корабль. Это очень круто. Так, наш дом находится вон там. И я, конечно, очень рискую. Да, точно. Точно, точно, точно. Вот за той горой мы как раз проходили и видели каньон. А это все было закрыто. Ладно. А откуда у нас компас появился? Не понял. Компас у нас откуда? У нас что? У нас компаса нету. Мы его не делали. А он появился. Да и ладно. Небольшая беда. Если у нас будет оставаться две бутылки, нужно будет резко собирать ресурсы и делать себе базу. Иначе мы не дойдем. А потерять столько ресурсов абсолютно не хочется. Так, а как лучше-то? Может, напрямую пройти, попробовать? Я вот не уверен, что как будет быстрее. Так или вот так? Абсолютно. У нас, кстати, сплава больше стало. Мы можем сделать, ускорить наши ноги и еще. Что, собственно, я думаю, мы и сделаем. Потому что это довольно полезная штука. И там такого цвета синюшно-зеленого был. Да, это, скорее всего, тоже растает при достижении вот этого тысячи чего-то там. Так, две банки. Опасненько. Так, корабель. Нет, даже заходить не будем. Сразу идем нам домой. Алюминий. Берем. Главное не заплутать. А, вот мы и заплутали. Ладно, пошли так. Я думал обойти, а я не там немного свернул, и все. Мне нравятся первые шаги. Достигнули 175 Т. А у нас 20 КТ есть. Такие первые шаги просто гигантские. Ну, ничего, сейчас мы обследовали локацию. В целом, ничего особо важного мы не нашли. Нам сейчас нужно будет поставить побольше ящиков, чтобы скинуть все барахло. И начать строительство нашей базы. Увеличивать ее в размерах. Всякие нагреватели ставить. Здесь у нас вроде бы есть ресурсы для него. Да, там мы не разобрали один этот. А, слушай, нормально, дошли. Без проблем. Вот. Ставить эти. Плюс мы сейчас еще поставим жрачку себе производить, чтобы у нас она была постоянно. Вот. И вообще будет все замечательно. Ну, вот. Потому что жрачка у нас пока никак не восполняется. Мы ее постоянно находим. И больше никак. И, конечно же, бурые. Вот это все. Солнечные панели. Все-все-все это. А сейчас мы будем увеличивать в производстве, чтобы у нас все было прям суперски. Так, отлично. Дошли. Да, и риди, видишь, у нас еще риди дофигища просто. Давай алюминий сюда закинем. Давай вот сюда. Скорость добычи Т3. Не то, чтобы надо. Перерабатывающая машина. Че? Позволяет разбивать объекты. Разбиваю основные микрочип разборка. Микрочип разборка и три сплава. А какой объект? Это интересно, слушай. Ну, я не знаю. Угол жилого отсека. Замечательно. Измельчитель какой-то. Картографирование. И спутник. Воу. Разрушает предметы, помещенные внутри. Уран. Срочетый порошок. О, СМИ. Что? Что ты такое? Так. По поводу спутника не очень понятно. Потому что, я так понимаю, мы его еще сделать даже не можем. Поэтому, как бы, в нем особо смысла-то и нету. То есть. Так. Вот у нас, кстати, солнечные панели Т2. Хрен его знает, что это такое. Так. А какие у нас тут еще экраны? Экран картографирования. Что нам вообще дает микрочип компас? Нам нужен. Так. Просто. Так. И давай. Здесь. Вот. Забираем. Вот эту. Ставим. Забираем. Ставим. Забираем. Ставим. И забираем. Ставим. Отлично. Давай, пошли еще сделаем. Возьмем мы 2-3 железа. Нам нужно ящики поставить, потому что ресурсы некуда складывать. Очень довольно плодотворно сходили. Так. Что-то я ее не собрал до конца. Так. И ящики, ящики, ящики. Давай сюда. И сюда, наверное. И сюда скинем вообще все. Без разбора вообще. А так вот. Железо заберем. Так. Хорошо. Давай сюда смотреть. А. Это все у нас есть. Экзоскелет у нас все еще нету. Но это ладно. Что мы хотели поставить? Мы хотели поставить солнечных панелей побольше. Производитель продуктов питания нам нужно. Железо, алюминий, вода. Стой. Уйди. Вот. Железо есть. О, железо, алюминий. Давай сейчас воду сделаем. И нам нужны семена. Короче, как обычно. А я их не брал. Потому что до них еще далеко. А что их брать? Вот это все. И вот на. На. Кстати. А вот у нас сейчас нет этого. Нет. Они все еще выдают электричество. Так. Вода, 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 вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Замечательно. Так я почему-то и думал. Овощи в космосе достиженька. Нам нужно еще поставить солнечных панелей. Они у нас делаются через... А, тут видишь, алюминий нужен. У нас нет такого количества алюминия. Вот у нас есть один алюминий. А нет, слушай, у нас довольно много алюминия. Так. Три штуки, наверное, и поставим. Слушай, а что бы и нет, да? Вот эту штуку мы разбираем. Нам нужно еще магний накопать. Интересно, на них можно будет по четыре ставить на квадрат? Что-то подсказывает, нет, да? Ну, давай вот туда оформим. А, нет, слушай, ставится, ставится, отлично. Вот так вот, да. А что еще нужно? Магний, кремний и кобальт с железом. Запираем. Давай, пока лупаем, пока кобальта. А у нас сколько остается алюминий? Один. То есть нам остается-то всего два кобальта. Кровать на двоих, оу. А где мне тут? Второго-то найти, э? Так, кобальт есть, магний и железо. Может, у нас тут есть? Семена, ей-е-е-е-е. Я давай кобальт возьмем. Так, магний и кремний. Кремний. И вот он, магний торчит. Отлично. Нам на какое-то время этого хватит. Будем ставить, в принципе, обычные солнечные панели. Они довольно тоже производительные, в отличие от ветряков. Ветряки, если и будем менять, то мы будем менять на более производительные. Так. Вот так вот. А я бы еще бы один кремний нашел, на самом деле, и подышал бы. Кремний, кремний, кремний. Вон, вижу, торчит. Это магний. А, это пока кремний выглядит, вон он. Честно, где здесь алюминий как таковой? Он вообще имеет какое-то местоположение или нет? Давай, малышку сюда поставим. Замечательно. Что по электричеству? 75 киловатт. Замечательно вообще. Солнечная батарея у нас, как видите, вообще. 58,5 киловатт выдаёт только 3,2-го. Так, ты. Давай. Баклажанчик, хотя это больше на клубничку похоже, но... Мне еще страшно. Водичка... А, это у нас кислород. Извините. Это у нас кислород. Значит, микрочип строительства. Ну, что-то мы его можем потратить. Но вот это, да? На разборку. Нахрен она нам нужна вообще? Ощущение, понимая. Так, экран прогресса. Экран прогресса. Так, так, так. Давай попробуем поставить... Вот экран прогресса. Почему бы и нет? Два кремния и кобальт. Нам еще надо льда пособирать? Сейчас мы его пособираем. Два кремния и кобальт, да? Магнитушку соберем. Так. А был бы, знаете, какой чип, который нам позволяет добывать с одной вот этой жилы в два раза больше ресурсов. Вот это вообще было бы топчик. Потому что ускоренная добыча, ну, хе-хе-хе, ну, такое себе. А вот увеличение производительности при добыче, мне кажется, это вообще была бы тема. Так, давай сделаем водичку. Так. Экран прогресса. Отпихаем сюда. Безжизненно. До голубого неба нам... Короче, да. И вот сейчас вот эту попробуем сделать. Микрочип-компас. Микрочип-компас. Нам нужен кремний и два алюминия. Да, пошел ты в жопу. Так. Водичку сюда закинем. Так. Че нам? Че нам надо-то? Нам надо заняться теплом. У нас с вами 5 иридия. Да? Да. 5 иридия. Это очень круто. Сюда нам нужно 2 иридия. И он будет нам добавлять 4,5. Да? А здесь... Ага. И если мы их поставим 5, это будет 1,5. Да? А если мы поставим 2, вот 2 лучше таких поставить. Хорошо. Нам нужно еще 2 алюминия, блин, найти где-то. А у нас его нету. У нас нет алюминия. Мы его не можем ничего сделать. Мы можем поставить, получается, только обычные. Вот эти нагреватели. Значит, железо и кремния нам нужно. Так, да? 5 штук и того и другого. Да, вопрос, а где столько алюминия-то находить? То есть титан как бы вот и вот и херище, а вот алюминий. Так, а кремния еще один. И теперь еще железо надо добывать. Вот так аж потемнело. То есть может быть есть какие-то локации, где только алюминий. Ну, не только алюминий, но шанс его появления больше. Так, все есть. Да. А мы знаешь сейчас куда сходим? Точно. Мы сейчас соберем опять, как обычно, кобальта. Да, жопа. Что-то я все путешествую и путешествую, вместо того, чтобы строиться. Но пока есть такой интерес, надо это все-таки делать. А потом уже будем строиться, потому что строить, ну, такую себе. Титан до железа, блин, собирай и стройся. Так, хорошо. Значит. Все вроде, да? Да. Замечательно. Нагреваторов прям дофига. И мы еще все еще в пределах допустимого. То есть у нас еще 40 киловатт и просто жопой шуй. Так, хорошо. А что у нас по флоростенду? Давай флоростенду ставить теперь. Сколько нам нужно? 5 точно. Давай сюда скинем. 3, 7, флоростенду можно поставить. Это очень круто. А для того, чтобы это все сделать, нам нужно просто дохерищи ресурсов. То есть 14 минимум льда, 7 железа, 7 магния и 7 кремния. А 14 льда нам влезет вообще. Ну, в принципе, вот это у нас 12. Это у нас 14. Маяк, отлично. Ну, по 7, конечно, уже остального не влезет. Ну, давай 3 по 3 соберем. То есть 6 льда. Так. А, мы еще, по-моему, ноги не сделали, да? Или сделали? Да, ноги надо сделать. Чуть побыстрее бегать. Что-то со льдом не то. Так, сколько? 2, 2, 2, 6. Отлично. Далее. Так, это у нас получается 3 железа. 3 железа. 3 магния. А так, и что там еще? Кремния нужна, да? Тут 3 кремния, 2 уже, 2 магния, последний кремний и нам нужен последний магний. Есть одно местечко, куда я хочу сходить. Вот там вот есть песчаный водопад. Я так понимаю, рядом с ним можно было организовать нашу базу. Ну, мы выбрали этот разлом. И я уже в третий, получается, раз здесь появляюсь. Вот. Первый раз я вот был вот там вот. Вот почти там. И вот до космического корабля разбитого бежать было довольно далеко. Кстати, по-моему, игру немного упростили, потому что ранее у нас так быстро все не происходило. Так, ладно. Давай, флорастент. Раз. Два. Три. Давай сразу напихаем туда вот этого дела, чтобы работали. Оп. 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 А и нам нужно еще, получается, сколько их? Еще четыре. Еще четыре штуки. То есть это восемь льда еще. Много. Четыре магния. 2 4 5 6 7 88 до так было удобнее так 4 магния то есть нам уже три магния надо так какой еще нам ресурс то кремний новом огне 3 кремния 2 кремния 1 магний 1 кремний 0 0 кремния и он 0 магния до 1000 сейчас возможно будет показать и просадка по электричеству а я железа не набрал класса самое главное то так 4 железа так и и теперь у нас 2 и 4 замечательно просто супер забираем это дело и пихаем эту красоту все замечательно у нас только с этих стендах просто супер так ты у нас чем шанс получить семена обратно сто процентов скорость роста 06 флорестент вот он кстати на вот этот на улице строится то есть если мы его решим построить он строится уже на улице у него видишь такие ножки вот это уже прикольно нужен алюминий чтоб его чтобы чтобы вздох этот алюминий еще можно маяк поставить ну тоже нужен алюминий чтобы знаете наша база но это пока не так важно так давай пьем едим берем бутылочки ну как обычно 8 наверно да возьмем и пошли 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 вот в ту сторону вон у тех скал был разбитый корабль на котором тоже много чего полезно там блин хочу я пошел то подачи говорил говорил и и и и никогда так я хотел посмотреть что нужно вот на тебя нам нужно два супер сплава и две ткани две ткани есть стой в два супер сплава есть и сапоги нужны соответственно первые сапоги плюс 15 эти плюс 30 добавляют ну и пошли по моему это более заметно но тоже честно говоря не очень хотелось бы побыстрее наверно в корабль пока не пойдем я вот хочу вот вот видишь песчаные получается водопады хочу туда заглянуть потому что туда я вроде бы ходил но как-то что-то не очень понятно не вот хотя корабль смотри тоже близко довольно поэтому есть смысл туда тоже заглянуть все-таки ресурсы нужны если тот же алюминий будет это вообще будет божественно новый слушай да классно очень иридий серьезно более вот этот мой был нашли чай иридий будет а это кто алюминий здрасте алюминий я тебя так ждал ну все слушай это просто бомба лед лед не надо спасибо какой тут странный иридий очень классно его видно блин его блин видно что это иридий или алюминий конечно не так заметно хотя нет слушай вот этот вот желтая сколько мы возьмем аэридия то но я не знаю сколько надо я уж думал что все то есть нужно разбирать чужие останки думаешь это какой-то блин носорог дохлый и больше никак не это алюминий уж тем более это типа вообще самый редкий вид ресурса а нет ты смотри он он есть он существует замечательно слушай алюминия сейчас наберем иридия можем не будем собирать мы алюминий будем пока собирать потому что он нужен так смотри и здесь тоже что-то должно расплавиться когда-нибудь тает при 100 н.к. а 100 н.к. не 1000 тогда ладно да к алюминий сейчас мы соберем тогда мы сейчас а с помощью алюминия о семена фасоли бак кабачка еще у так пушину иридий тут есть мы просто алюминий возьмем и фасольку потому что иридий тут есть и все как бы никаких вообще проблем нету понятно и если та хрень расплавится возможно там большего раз больше места под алюминий спавна это будет очень круто пошли домой мы сейчас алюминий используем во все щели поставим солнечные панели а мы сейчас поставим нормальные обогреватели т2 которая хотя бы хоть что-то делают они как эти блин так а вот для тебя чего нужно тоже алюминий нужен это вообще без проблем мы флора стенды можем уже на улице ставить и вообще никаких проблем не будет с ними то есть нам нужно там бутылка воды а мы понятно и все вообще супер очень не хватает ровера какого-нибудь потому что таскать по по чуть-чуть совсем на большие расстояния ну абсолютно не нравится ровер какой-нибудь маленький который вот напихать туда и уже неплохо так лед давай пока скинем сюда семена тоже скинем значит нам нужны большие вот эти вот нагреватели нужны кремний железо и титан давай пока это все суда покидаем так есть значит кремний железо и титан а сколько у нас всего этого давай моего к себе в карман положим чтобы посчитать было удобнее а и все да мы только четыре взяли понятно но мы можем вот это разобрать а мы сейчас есть и так и сделаем о чем тебе так отлично куда куда скинуть то сейчас мы один крем не сюда по скидываем что просто посчитать сколько у нас его блин классно не так светится так о шкаф для хранения его обязательно поставить он у нас из алюминия по моему фигачится они тоже железо все живем так хорошо вот сюда мы его так вот пехаем и все ты смотри какая радость так сюда весь и иридий забираем ой наоборот вот это все мы тоже собираем отлично значит иридий у нас 66 12 13 14 15 иридия минут еще бы один а у нас нет такого количества ну ладно будем исходить из того что у нас 14 иридия 14 иридия это у нас 7 нагревателей т27 нагревателей т2 это у нас 7 титана 7 алюминий и 7 кремния так и железо нужно так 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 так нам еще нужно столько же алюминия но сказать он есть суши давай пока под 3 возьмем так вот да и теперь у нас остается титан три штуки 2 штуки титана алюминий слушай у нас есть еще дома то два титана сейчас наколупаем и будем ставить это здоровые нагреватели вот и нужно ставить вот эти здоровые ящики просто потому что в них куда больше всего влезает этого просто бомба я почему-то думаю что они делаются из алюминия они оказывается и делаются из железа так и ки 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 лед ух ты какой кабачек кабачек кабачок отлично семена баклажанов смотри мы с него получили плюс это 25 с него на слушай ну такое себя у нас какие-то другие были до кабачок и фасоль кабачок попробуем так хорошо а и теперь так если мы эти взяли 3 то этих должно быть 6 стой отлично пошли ставить так об 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 обещать теперь раз-два а но теперь нам надо еще собрать столько же 1 2 это 1 у нас 2 3 4 то есть у нас еще 4 штуки есть поставить то есть нам нужно 4 кремния 4 алюминий 4 железо 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 титана короче нужно сейчас 4 штуки собрать и все и будет нормально пошли кабачок конечно нифига не питательный но ладно чё поделать кабачок этот баклажан нужно будет поставить их побольше чтобы они нам производили куда больше еще очень не хватает какой-нибудь господин тихо система конвейеров автоматического сбора той же еды то есть вот он произвел что-то до чтобы автоматически это все всасывалось куда-нибудь какой-нибудь контейнера рядом стоящий и он начал производить заново а тут получается нужно каждый раз пересаживать эти эти штуки вот возможно когда у нас тут все будет зелено и красиво нарядно у нас все это будет расти так и мы будем как адам ходить по раю жрать все подряд так далее 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 пупу 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 а нам надо значит от воды избавиться и у нас с вами лишнее железо появилась убираем 1 2 1 2 1 2 1 2 2 так тебе берем замечательно все супер вообще так я бы я бы я бы я бы я бы что правильно я бы вот эту штуку все разобрал бы и сделал большие ящики здесь поставил бы экзоскелет т2 замечательная очень рад за него что он у нас появился так я бы вот эту штуку бы забрал ее бы разобрал бы так что нас по железу железу настолько одно осталось нужно еще два железа я хочу побольше ящиков поставить и сделать их целевыми то есть если на нем написано кремнии то туда только крем не класть чтобы каждый раз не колупаться куда что вот и нам нужно ставить открывать еще одну эту локацию под себя вот квадрат вот этот возможно я пока рано ставлю ящики эти класс как как так то вот так вот да это тоже неправильно поставил чё у нас два железа один титан нужен пошли два железа один титан сейчас мы поставим просто уже пара ящики нормально ставить так ну что у нас получается основные ящики стоят прям вот на входе и их не очень удобно юзировать так давай пихаем вот так вот и соответственно мы здесь сейчас поставим эти ящики оп 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 что мы можем сделать что мы можем сделать в принципе под еду под еду мы вот этот вот ящик можем спокойно поставить маленький нам он большой то не нужен да этот сборщик пока тоже пусть стоит сильно нам мешать будет нам нужно железо и алюминий а сколько у нас с алюминия так 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 сейчас пока вот это все выложим посмотрим что нам надо нам нужна вода и железо вода алюминий и железо я хочу штуки три поставить поэтому нам нужно сейчас будет еще льда пока лупать то есть нам нужно сейчас мы его пока лупаем алюминий раз два ну в общем то должно хватить и теперь нам нужно производителя производители я думаю мы поставим один пускай будет тут один пускай будет тут один вот тут поткнем прям между ними вроде только что работала не давай сюда вот к нему вам это неплохо и давай еще один производитель вот сюда вот к нему а отлично электричество просела это я люблю значит баклажанчик берем фасолька и этот так так и вот так так пока сюда скидываем вот тоже скидываем нам нужны солнечные панели вот эту мы сделаем из из алюминия алюминий у нас вроде был или уже все нет есть один алюминий замечательно солнечную панель эту разбираем нам остается только магний этой солнечной панели должно хватить чтобы закрыть вопрос питания пока что все замечательно здесь у нас растет и здесь у нас растет тут растет тут все замечательно растет отлично просто замечательно до голубого неба нам осталось чуть больше 50 процентов в общем то не так уж и далеко значит что нам нужно сделать на самом деле я бы наверное наверное бы продлил бы вот туда сделал один кубик и туда один кубик и это все туда отодвинул вот потому что здесь скорее всего будет хотя чё уже уже ничего такого не будет слушай у нас есть возможность хотите собирать алюминий и флорастен ставить на улице то есть вот эту всю башню вот эту всю херню мы можем просто сейчас начинать убирать вот так что нам нужно сделать нам нужно да нам нужно будет поставить стол чтобы на стол разместить вот эти вот мониторы потому что тут они вот вообще не мешают вот ящики сделать нормальные и ну и конечно что то делать дальше пока не очень понятно что но что то надо делать дальше маяк нам открыть а кстати экзоскелет экзоскелет 2 алюминий нужен кремний титан ну короче сейчас теперь с этим с алюминием вообще проблем нету его конечно с собой здесь нету но у нас теперь есть да у нас теперь есть во первых куда что положить а во вторых у нас все очень все что надо все есть да ладно давай тогда на этом закончим вот следующий раз все таки займемся уже базы нам ее нужно во-первых расширять а не понял смотри прорисовка пункт 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 а вот нам надо ее расширять улучшать наше терраформирование вот будем бегать периодически я чувствую за ресурсами алюминий и иридий но в любом случае это недолго потому что нам вот вот эту базу я чувствую скоро короче мы уменьшать короче мы уменьшать ладно на этом все не забывайте подписываться на канал заходите ко мне в дискорд всем удачи и пока пока